МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вопросы образования, ЖКХ, транспорта и здравоохранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел прямую линию с жителями региона. Предприниматели получат льготу по уплате имущественного налога. Прошло очередное заседание Думы. Победа в лицах – трудовой подвиг народа. Фотовыставка открылась в администрации. Далее расскажем обо всем подробно. Жители Нижегородской области смогли задать свои вопросы на прямой линии с губернатором региона Глебом Никитиным. Большое количество звонков поступило по теме образования, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и мобилизации. Семьи военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, с 24 февраля получат такие же льготы, как и семьи мобилизованных. Такой указ уже подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он заявил во время прямой линии с жителями региона. Глава области напомнил, что сейчас для служащих действуют такие меры поддержки, как скидка на оплату услуг ЖКХ, ежемесячная выплата беременным и детям, бесплатное питание в школах, компенсация оплаты детского сада и дополнительных секций. Кроме того, область готова оказывать индивидуальные меры поддержки в рамках заключения военного социального контракта. Все те льготы, которые я сейчас перечислил, ЖКХ, дети и так далее, все они будут распространяться на всех абсолютно военнослужащих, которые были в зоне своей специальной военной операции с 24 февраля. Я указ такой подписал вчера. Мы приняли решение, что именно льготные вещи, то есть связанные с жизнью семей, мы сделаем для всех одинаковые. Также в ходе прямой линии Глеб Никитин затронул сферу здравоохранения. В рамках национальной программы в течение этого и следующего года модернизируют и отремонтируют районные больницы и поликлиники. Особенное внимание будет уделено инфекционным отделениям, сердечно-сосудистым и онкологическим центрам. По словам губернатора, с 2023 года расширят региональную программу по привлечению кадров в медицинскую сферу. Мы приняли решение, во-первых, начать новую ипотеку не только для медицинских работников, а вообще для всех социальных работников. Со следующего года будет региональная льготная ипотека, будем субсидировать приобретение жилья. Также прорабатываются вопросы, они у меня сейчас на докладе, о дополнительных подъемных как для медсестер, так и для врачей общей практики, для терапевтов и поддельных подъемных для дефицитных специалистов. В ходе прямой линии много звонков поступило по теме образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и здравоохранения, как в Нижнем Новгороде, так и в отдельных районах области. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. 30-процентная льгота или использование дифференцированного подхода, величину льгот по уплате налога на имущество для предпринимателей обсудили народные избранники на заседании Думы. Также депутаты утвердили треть состава Общественной палаты. Подробности далее. Орган общественного контроля, который будет представлять интересы населения, открыто и гласно обсуждать актуальные проблемы города, готовить рекомендации и предложения по совершенствованию социальной политики уже скоро начнет свою работу. Одну треть состава Общественной палаты народные избранники утвердили на заседании Думы. Глава города своим постановлением утвердил первую пятерку, далее мы своим решением утвердили вторую пятерку, и вот эти 10 человек из списка подавших документы, прошедших комиссию, которая определила, что документы поданы все в полном объеме и без нарушений, и кандидаты соответствуют требованиям положения, выберут еще пять человек в Общественную палату. Бурное обсуждение вызвал последний вопрос повестки о предоставлении льготы по уплате налога на имущество для предпринимателей. Причина – кадастровую стоимость коммерческой недвижимости, которая находится в собственности у индивидуальных предпринимателей, подняли в десятки раз. На заседании представили два проекта решения. Администрация предлагает снизить налоговое бремя на текущий год. Второй проект заключается в использовании дифференцированного подхода. Наш же проект решения подразумевает, что 30% дифференцированный подход налоговую льготу только на один год. То есть это разовая акция, которая позволяет смягчить удар, который сегодня вызвал резкое повышение кадастровой стоимости для предпринимателей. О недостатках и преимуществах каждого варианта высказались многие. Механизм дифференцированного подхода еще не просчитан, а предприниматели и некоторые депутаты находят льготу в размере 30% слишком маленькой. Однако увеличить ее невозможно. Основной камень преткновения – снижение взимаемой платы, городской бюджет, так как эти налоги принесут в казну города порядка 27 миллионов рублей, которые уже включили в графу расходов. В обсуждении прозвучало мнение, что проблему необходимо решать на региональном уровне. На голосовании народные избранники выбрали проект решения администрации – налоговую льготу в размере 30%. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В городской думе продолжают рассматривать проект бюджета на следующий год. На очередном заседании комитета директор департамента финансов Юлия Альшина рассказала о том, какие объекты планируют построить в Сарове и на какие программы заложено финансирование. Продолжить работы по строительству улицы Негина, Центра культурного развития и школы Назоргия. Разработать проектно-сметную документацию по реконструкции моста через Вичкин-Зу. 382 миллиона рублей предусмотрены в бюджете города на следующий год на мероприятие инвестиционного характера. Из них 307 – на строительство важных городских объектов. Будет продолжено строительство улицы Чкалова за счет средств местного бюджета в сумме 10 миллионов рублей. Предусмотрено строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16 в сумме 13,6 миллионов рублей. Это размер софинансирования за счет средств местного бюджета. Остальные средства мы ждем за счет областного бюджета, за счет субсидий областного бюджета. Также заложены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство проезда от Советской до детского сада 42, реконструкцию садовой. Там планируют сделать кольцо на пересечении с Димитровой и отремонтировать участок от Зернова до Негина. В этом году хотели запроектировать школу в 15 микрорайоне, но место там не позволяет разместить новое здание. Поэтому бюджет следующего года предусматривает создание такого проекта на школу в микрорайоне 22. А вот со строительством детского сада на той территории не все так просто. Вы же понимаете, что стоимость строительства детского сада – это порядка 400 миллионов рублей. Сегодня нет никакой информации о том, что у нас область поддерживается этим проектом. Поэтому просто так сейчас резервировать средства местного бюджета, не имея информации о том, что нас включает в адресную институционную программу области, мы просто это не считаем замораживанием средств. В бюджете заложены средства на реконструкцию хоккейной коробки «Сокол» на Куйбышево и на продолжение капитального ремонта центра образования действующей 11-й школы. Также в 2023 году выделят деньги на профилактику терроризма и экстремизма в школах. По сравнению с прошлым годом видим значительное увеличение. Это связано с тем, что начиная с 2023 года проектом областного бюджета предусмотрены новые субсидии на мероприятие по антитеррору в объектах образования. Нам на следующий год в Сарово предусмотрено 5 млн 323 тысячи рублей на условиях софинансирования 50%. Соответственно, те же деньги, те же средства, такие же, в таком же размере мы предусмотрели за счет местного бюджета. Напомним, ранее Минобор сообщал, что меры безопасности в школах региона будут усилены. Такое решение приняла антитеррористическая комиссия под руководством губернатора Глеба Никитина. Ведомство рекомендовало ввести пропускной режим во всех школах. До 1 декабря открыта регистрация на участие во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей и финансовых услуг «Фиатлон» для старшеклассников. Подать заявку можно на сайте olympedefistest.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Семьям-юбилярам со следующего года выплатят по 10 тысяч рублей. Депутаты Законодательного собрания региона поддержали инициативу губернатора о поощрении семейных пар, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет. При этом они должны постоянно проживать на территории Нижегородской области в течение не менее 10 лет. Ожидается, что право на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни на территории Нижегородской области получат ежегодно около 4 тысяч супружеских пар. Закон вступает в силу с 1 января следующего года. В России в 2023 году начнут вести учет фармацевтических работников и студентов-медиков. Учет включает сбор персональных данных, сведений об образовании, в том числе о целевом обучении, уровень профобразования, должность сведений о членстве в профессиональных некоммерческих организациях. Новый порядок персонифицированного учета медицинских и фармацевтических кадров позволит улучшить системное планирование кадровой политики в здравоохранении. Такой подход позволит управлять трудоустройством молодых специалистов, что особенно важно в случае получивших образование за счет средств федерального бюджета по целевому обучению. Несколько саровчан стали жертвами мошенников, которые якобы собирали средства на помощь участникам специальной военной операции. Люди с фейковых аккаунтов объявляли сбор средств на карты, а спустя некоторое время пропадали вместе с деньгами. Для того, чтобы предотвратить подобные ситуации, в Сарове объявили общегородскую акцию по сбору средств на единый расчетный счет волонтерского объединения «Радость моя». Все собранные деньги будут использованы для помощи военным, мобилизованным и добровольцам нашего региона. Также в Сарове работают два центра приема гуманитарной помощи. Если вы хотите передать участникам специальной военной операции бутулированную воду, предметы быта, вязанные носки и шапки, балаклавы, одноразовые посуды, перевязочные материалы, их следует отнести по адресам. Улица Пушкина, дом 24А, волонтерский центр «Радость моя» и улица Шверника, дом 11. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию муниципального штаба «Мы вместе» 9-91-13. Саров присоединился к проекту «Победа в лицах. Трудовой подвиг народа». Его цель – сбор информации о тружениках тыла и ветеранах труда, которые, будучи детьми, приближали победу в тылу. Торжественное открытие фотовыставки прошло в холле администрации. И сколько бы ни прошло лет, мы будем помнить бесценный подвиг наших дедов и прадедов. Когда началась война, Юлии Павловне было 10 лет. Осенью 41-го года к их школе привозили дрова, которые четвероклассникам приходилось пилить. В 42-м детей привлекали к работе в колхозе и помощи госпиталю. История саровчанки Юлии Павловны стала частью фотовыставки «Победа в лицах. Трудовой подвиг народа». Каждый портрет на стенде – история ребенка, который в годы войны непосильным трудом приближал победу далеко от линии фронта – на заводах, в колхозах, в блокадном Ленинграде. Воспоминаниями о тех временах ветераны делятся с подрастающим поколением. Ребята с огромным вниманием, с интересом слушают, вопросы задают. И сколько мне лет было, хотя вначале скажу, что мне было уже 10 лет, когда началась война. И я все прекрасно помню до сих пор. И все равно дети всегда и после какие-то поделки свои дарят. И иногда стихи читают. Проект «Победа в лицах. Трудовой подвиг народа» появился, когда в 2020 году указом президента России Нижнему Новгороду присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Его цель – показать детям, молодежи и всем землякам, кому именно столица региона обязана таким почетным званием. Особенность этой выставки, посмотрите на лица наших ветеранов, руки. Именно они символизируют подвиг, трудовой подвиг, который был всем нашим народом, всем нашим советским поколением показан и явен миру. Мы очень хотим, чтобы о подвигах саровчан узнали наши коллеги не только в Нижегородской области, но и в других городах трудовой доблести. К сбору информации о тружениках тыла и ветеранах труда привлекали школьников и молодежь. На торжественные открытия в хуле администрации пришли и юные саровчане. Истории подвига наших земляков тронули многих до глубины души. Им выпала возможность не только познакомиться с проектом, но и поговорить со свидетелями тех лет, сказать им спасибо. Вам, наши уважаемые ветераны, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны и труда, огромное искреннее спасибо за то, что вы делали. Мы про вас помним каждый день и от себя, от всех нас огромное вам спасибо. Выставка проводилась в Нижнем Новгороде, Держинске, Кстове. Проект будет развиваться и дальше. Портреты тружеников тыла и их истории увидят и услышат в других городах и районах Нижегородской области. Увидеть выставку в холле администрации саровчане смогут до 9 декабря. Без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Осенний лед в период с ноября по декабрь до наступления устойчивых морозов непрочен, напоминают специалисты Департамента городского хозяйства. Как правило, водоемы замерзают неравномерно по частям. Сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной плотностью и грузоподъемностью. На саровских водоемах запрещено выходить на лед толщиной меньше 7 сантиметров, а также выходить или выезжать на транспорте в местах, где установлены запрещающие знаки. Собираться большими группами, пробивать большое количество лунок во время рыбной ловли на ограниченной площади. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...